Реально новый двигатель. Почему его очень ждут автомобилисты, узнаем через минуту. А сейчас время краткого прогноза погоды. Двигательные лаборатории Псковского политехнического института провели как обычно. Они продолжали работать над двигателем будущего. Авторы этого изобретения называют его двигателем внешнего сгорания. Уточним, сейчас автомобильные моторы работают по принципу внутреннего сгорания. И это кажется само собой разумеющимся. Но ученые из Пскова уверены, они готовят технологическую революцию. Ведь их двигатель эффективнее, безопаснее и дешевле. Сергей Малоземов поехал проверить. В новом двигателе не будет клапанов, распредвала, коробки передач и самое главное выхлопной трубы. Инженер Юрий Лукьянов уже лет 30 мечтает изменить все, что сейчас у машины под капотом. Еще в юности он увлекся идеями шотландца Роберта Стирлинга. В начале 19 века придумавшего и машину, и цикл того самого внешнего сгорания. В двигателе внутреннего сгорания смесь подается внутрь цилиндра и происходит сгорание внутри цилиндра. А в двигателях с внешним подводом теплоты подается тепло через стенку цилиндра, газу, который заключен внутри двигателя. Этот двигатель Стирлинга очень мощный и экологичный, но громоздкий, широко применялся в эпоху паровых машин. И сейчас его используют, например, на некоторых моделях подводных лодок. Главный недостаток – размер. Лукьянов как раз и устранил. Он заменил поршни лопастями, и это уменьшило конструкцию в разы. Чтобы понять, как работает этот двигатель, достаточно взять обычный воздушный шарик. Надуем его теплым воздухом. И оставим на некоторое время на морозе. Ну вот прошло 10 минут. Видно, что шарик существенно съежился. Оно и понятно, температура ниже, объем уменьшается. Теперь мы снова его нагреем, польем горячей водой. Вот. Видно, что он раздувается прямо на глазах. Объем становится больше, так как температура выше. Это была бы всего лишь игра, если бы однажды инженеры не придумали, как из вот точно таких же колебаний объема извлечь полезную работу. Так и родился двигатель с внешним подводом тепла. Или двигатель внешнего сгорания. И ведь сколько преимуществ. Мощность по расчетам в пять раз больше при том же размере. И это не все. В обычном двигателе внутреннего сгорания пары топлива фактически взрываются в цилиндрах. Отсюда шум, износ и вред экологии. Ведь бензин не успевает сгореть полностью. Здесь же надо подогревать и охлаждать механизм, в который, как в шарик, закачан воздух снаружи. Неважно чем, хоть дровами. Вот в этом двигателе сгорание происходит в атмосферной среде, при атмосферном давлении. И, следовательно, нет таких выбросов. Это экология домашней кухни. Убедив чиновников из Москвы в том, что дело стоящее, псковские умельцы получили госфинансирование, чтобы, наконец, собрать реально работающий двигатель. Ведь пока два главных узла, нагреватель и ротор, функционируют только по отдельности. Именно это кажется главной проблемой профессору Московского автодорожного института Михаилу Шатрову. Он изучил псковский проект по нашей просьбе. Объединить это все в одну систему, это чрезвычайно сложная задача. При том количестве народу, которое задействовано, специалистов, их явно недостаточно. Но разработчики, кажется, и сами это понимают. Хотя и уверены, все препятствия им по плечу. Цель уж больно заманчива. Чистый воздух, почти никакого шума, КПД вдвое больше, чем у современных моторов. Часть работ уже засекретили. А это тоже, видимо, о чем-то договорит. Сергей Малоземов, Антон Давыдов и Владимир Червяков. НТВ. Москва. Псков.